Здравствуйте! На сегодняшнем уроке мы продолжим с вами разговор о стандартных программах, которые поставляются вместе с операционной системой Windows 7. То есть те программы, которые уже сразу позволяют нам выполнять те или иные работы на нашем компьютере. И не надо с первого момента задумываться о покупке, допустим, офисных пакетов. Можно уже что-то с первых минут буквально делать на нашей машине, а потом уже определиться с набором различных офисных программ, которые будут помогать нам выполнять конкретную работу. Сегодня мы поговорим с вами об еще одной такой стандартной программе. Это графический редактор. Графический редактор Paint. Давайте обратим свое внимание на следующий слайд. Это общий такой слайд, который показывает ту картинку, которая появляется при запуске программы Paint из меню. Пуск, программы, стандартные, и дальше выходим на Paint. То есть видим вот такую общую картинку. Значит, видим, что сверху разноцветные пиктограммы здесь все настройки, выбор различных инструментов для работы с графикой. Чуть ниже мы видим белое поле. Это, собственно, само рабочее поле, на котором мы можем создавать различные фигуры, совмещать различные фигуры. Также можем редактировать готовые картинки. По краю этого белого поля, точно посередине и в углах располагаются такие более темные и синие точечки. Мы можем варьировать площадь этой области, вот этого белого части экрана. То есть сделать больше и меньше в зависимости от объема нашей картинки, наших графических образов. Что хочется сказать еще о этой программе. Программа Paint относится к так называемым растровым редакторам. То есть здесь идет работа на уровне буквально каждого пикселя, то есть каждой элементарной цветной точки на экране, на нашем экране монитора в рабочей области. Есть и другие редакторы, которые работают несколько по другому принципу. Они так называемые векторные редакторы. То есть они сохраняют в памяти компьютера вот не весь слепок с экрана, то есть не все подряд пиксели, что вот есть на экране, картинка. Так они и сохраняют. Достаточно получается большой объем информации, объем, который мы потом будем резервировать на диске под эту графику. А есть вот векторные, которые, они сохраняют не всю картинку, а только математические образы этой картинки. Допустим, окружность, значит формула окружности, парабола, формула параболы и так далее. Прямоугольник, значит, будет просто уравнение прямых линий, которые очерчивает наш прямоугольник. Такие вот векторные редакторы часто используются в различных геоинформационных системах. Значит, что это такое за геоинформационные системы? Допустим, системы по местности указывают нам ландшафт, уровень, который то или иное, допустим, поселение занимает над морем, над уровнем моря и так далее. То есть съемки со спутников потом превращаются при помощи определенных конверторов вот в эти векторные рисунки, которые достаточно компактно хранятся на том же самом сервере, либо на компьютере. А потом вы можете выйти и посмотреть план того или иного города, план или того или иного земельного участка. Но это все будет векторная, достаточно компактная картинка. А мы сегодня поговорим как раз о растровом редакторе, который встроен, что называется, в Windows 7, поставляется с ним в виде такой стандартной программы. Давайте обратимся к элементам уже меню, с которым мы можем работать. Ну вот первый элемент. С этим мы уже сталкивались с вами в том же самом WordPad, текстовом редакторе. Панель так называемого быстрого доступа. Она чем-то напоминает даже ту, которая у нас была. Значит, обратите внимание вот на все эти значки. Ну, первый значок слева. Это, собственно, сама пиктограмма редактора Paint. Если где-то вы увидите его, открывая те или иные меню Windows, вот именно такую картинку с мольбертом, значит, что это пиктограмма Paint. Дальше идет у нас дискетка, уже известная нам, это сохранить, если мы что-то уже сделали в этом пакете. Стрелочки, направленные справа налево и слева направо, это отменить, либо назначить, если мы что-то отменили. Дальше область выделения, вставить и настройки панели быстрого доступа. Теперь давайте вот более подробно посмотрим, что же скрывается за каждый из этих пиктограмм. Итак, первая пиктограмма, которая олицетворяет, собственно, сам Paint, крайняя левая палитра. Если мы подведем к ней курсор от мыши, нажмем левую кнопку мышки, то откроется следующее окошко. Окошко относится непосредственно к всему пакету Paint, а не к конкретному изображению, которое мы, допустим, уже создали в этом редакторе. То есть, если у нас было свернутое это окошко Paint, или оно было измененою размеры, то вот восстановить вернется нас к предыдущему размеру нашего рабочего окна редактора Paint. Переместить влево-вправо, вверх-вниз. Размер, изменить размер всего экрана Paint. Свернуть, видите, там полосочка все, то есть весь экран свернется до, собственно, одной пиктограммы, то есть значка Paint. Развернуть мы снова возвращаемся, и, собственно, закрыть, либо нажимаем, значит, закрыть, либо Alt-F4, и полностью закрываем данный редактор. Это то, что относится непосредственно к первой пиктограмме. Идем дальше по списку. Теперь дискетка. Сохранить. То есть мы наработали какой-то материал, создали какие-то картинки, либо загрузили какие-то картинки. Хотим подстраховаться, что если что-то происходит с машиной, какой-то сбой или еще что-то в операционной системе, чтобы ничто не пропало, сохраняем. Значит, сохранить, либо нажать на эту дискету, либо сделать, нажать две клавиши. Ctrl-удерживать и клавишу S, S латинская. Ctrl-S. Подсказка тут же появляется, сохранить текущее изображение. Точно такие же пиктограммы у нас были и в блокноте, и в WordPad. То есть это уже привычные нам пиктограммы. Идем дальше, слева направо. Следующая стрелочка. Отменить. Значит, что-то сделали, сделали ошибочно, нам не понравилось, не так провели линию, не так закрасили область. Хотим отменить. Причем отменить не обязательно последнее действие. Да, когда-то Paint, вот первые самые его редакции Paint, там буквально было три последних команды отменялось. Теперь достаточно список этот большой по отмене команд, точно так же, как отмена команд, возрос этот список и в том же самом WordPad. То есть не надо бояться, что вот там, допустим, три последних щелчка, выбор там кисточки, либо карандаша, либо цвета, которым будете писать что-то или заливать что-то. Всего три команды. Нет, гораздо больше. Поэтому можете сделать, даже если это будет неверное действие, вы просто пробуете, насколько это будет хорошо выглядеть на экране монитора. Делайте, не бойтесь, потом сделайте отменить. Значит, кроме того, что нажимают на эту стрелочку, если кому-то более удобно сочетание клавиш, то же самое. Ctrl-клавишу удерживаем, Z-латинскую нажимаем, отпускаем. Команда будет отменена. Следующее, значит, я не стал нажимать на клавишу стрелочка слева-направо, где, наоборот, восстановить последнее действие, не отменить, а восстановить. В принципе, то же самое, ничто здесь не меняется. А вот следующая пиктограмма более интересна. Обратите внимание, форма выделения, то есть как мы будем выделять определенную область. Потому что, допустим, мы хотим из всей картинки, из всей фотографии выделить только какую-то область и перенести ее, допустим, на другой объект. Или потом в другом масштабе более тонко поработать там с ретушированием. Поэтому мы выходим на эту пиктограмму, форма выделения, самая простая – это прямоугольная область. Просто прямоугольничек выделяем, и уже с этим прямоугольничком можем работать. Там копировать, вырезать, поместить в буфер обмен, а потом, допустим, вставить тот же, уже WordPad у нас может работать с графикой, то есть с картинками. Ну, редактировать там сложнее, а вот вставить графические образы уже можем. То есть можем здесь вырезать, в буфер обмена сохранить либо копировать, и потом войти в WordPad, просто выйти на вставку, вставить, и там, где у нас находился курсор в WordPad, это вставится. Итак, прямоугольная область, самая простая. Если надо вырезать более тонко, точно по контуру, и какую-то область с произвольной формой, пожалуйста, так она называется – произвольная область. Ну и параметры выделения. Здесь различные варианты. Кстати, выделить всё тоже бывает интересно, в том смысле, что если вы увеличивали масштаб, у вас потихонечку это всё, или уменьшали, там увеличивали масштаб. Не важно, как вы играли с масштабом, но в конце концов вы пришли к тому, что вы даже не всю картинку-то и видите. И как выделить, время не хотите тратить на это, чтобы пытаться там мышью выделить всю картинку? Пожалуйста, выделить всё, и у вас вся картинка, сразу появится контур прямо по границам картинки, она будет выделена, дальше, допустим, копировать, и будете вставлять её в тот или иной документ. Ну, удалить всё понятно. Прозрачное выделение. Тоже очень интересно, есть прозрачное выделение или нет. О чём это говорит? Это говорит о том, что мы можем работать при выделении какой-то картинки, которая лежит просто на самом фоне, на рабочем нашем столе, вот на этом белом поле. Мы можем выделить прямо с куском этого поля, с белой подложкой, как бы получится, но тогда, когда мы будем накладывать это на другой рисунок, учтите, что этот белый фон тоже уйдёт туда и исказит вашу картинку. Если вам это не страшно, ради бога, работайте так. Но если вы хотите забрать только цветной образ, без этой подложки вы делаете прозрачное выделение, выбираете, прозрачное выделение, и в этом случае только, собственно, кусочек этой картинки, которую вы выделяете, вот только она будет перенесена в другое место. Фон переноситься не будет. Это очень удобно накладывать потом эту картинку, когда будет только лишь фрагмент картинки накладываться на, допустим, другую картинку, в какую-то её часть, при этом не будет она искажаться вот этим белым фоном, который будет, как какое-то белое пятно, не очень красиво. Но это в том случае, если это нужно. Так, идём дальше. Обратите внимание, следующая пиктограмма – это вставить. То есть показывается, как бы, листочек такой бумаги. Узнаваемая пиктограмма. Она у нас встречалась уже и в WordPad, у нас точно такая же была вставка. Мы с ней могли работать. То есть то, что мы вот взяли в буфер обмена, копировать, сегодня мы ещё посмотрим на эти пиктограммы, как это сделать, копировать, либо вырезать, потом вставить. Вот вставить через такую пиктограмму. Забрали в буфер обмена, то есть на оперативную память компьютера записали эту информацию, и дальше вставить. Значит, если не хотите искать на экране монитора соответствующую пиктограмму, вам привычнее работать с клавиатурой, пожалуйста, подсказка. Ctrl нажимаем, удерживаем, латинскую букву V. Ctrl удерживаем, V нажали, отпустили. При этом произойдёт вставка из буфера, естественно, в то место, где находится у вас курсор. Подсказка тоже идёт сразу же. Вставка содержимого из буфера обмена. Следующая пиктограмма, она тоже уже нам привычна. Мы знакомились с ней в WordPad. Такая стрелочка вниз. Это настройка панели быстрого доступа. Именно вот эта панель, о которой мы сейчас и ведём с вами разговор. Значит, быстрый доступ. Что здесь у нас? Что мы можем сделать? Мы можем загрузить сюда, да, если вы загрузите достаточно много пиктограмм, различных команд, то это уже будет, конечно, панель быстрого доступа, но, тем не менее, она будет уже перегружена. Стоит ли вам выбирать все пункты из предлагаемого вам пейнтом списка? Но, тем не менее, давайте ознакомимся с этим списком. Значит, создать. Создать — это новый файл, фактически, мы будем создавать. Вы можете поставить точно так же около «Создать» слева. Мышкой подводим курсор от мышки, нажимаем левую кнопочку, появляется галочка с жёлтым фоном. То есть «Создать» будет активно. Сейчас она у нас не загружена. «Открыть» — «Открыть существующий файл». Тоже, если нужно, пожалуйста, подгружать. Допустим, вы часто создаёте новые файлы, либо открываете существующие. Чтобы не искать вот на длинной этой линейке, которую мы видели в самом начале, там много всяких пиктограмм было, чтобы не выискивать, где там и находится нужная пиктограмма, вы можете её сюда подгрузить. Ну, «Сохранить». Да, вы видите, она у нас на жёлтом фоне и галочка. Как раз мы эту дискетку и смотрели, поэтому она здесь и появилась в этом меню, потому что здесь она была выбрана. «Печатать» не загружена, то есть работа с принтером, выход на печать готового рисунка пока у нас пассивен, предварительный просмотр, предварительный просмотр перед печатью. Одно дело, когда вы смотрите просто на рабочую область пейнта, вроде вам всё нравится, потом предварительный просмотр, а там уже габариты конкретного листа, который будет выходить из принтера, и вы смотрите, как это будет смотреться на листе. Это не одно и то же, может очень хорошо всё смотреться именно в рабочей области пейнта и совсем не так будет на рабочем листе. Поэтому предварительный просмотр желательно, чтобы не тратить краску в принтере, неважно, лазерный это принтер, черно-белый, либо даже может быть цветной принтер, либо струйный принтер, что сам по себе достаточно дорог в своём обслуживании, особенно в области именно ёмкости из краски, которые достаточно дорогие. Поэтому предварительный просмотр желателен. Отправить по электронной почте. Это мы уже видели и в WordPad. Вот отменить, вернуть. Вы видите, эти пиктограммки здесь и присутствуют. Это и подтверждает нам настройка панели быстрого доступа. Галочки здесь стоят и отменить, и вернуть. Разместить под лентой. Что это значит? Вот если вы обратите внимание на левую часть нашего экрана, там как бы выглядывает нечто ниже панели быстрого доступа. Это вот как раз кусочек ленты. То есть все команды, все пиктограммы, которыми вы можете пользоваться в данной сессии Paint. Вот это называется лентой. Так вот, вы панель этого быстрого доступа можете и над лентой, и под лентой. То есть между лентой и непосредственно рабочей областью. Что вам удобнее. То есть каждый раз обращаться мышкой немножко выше ленты, либо прямо рядом с рабочей областью, чтобы быстро подходить к нужным пиктограммам. А свернуть ленту, если выбрали нужные вам, и вам и достаточно этих пиктограмм, и достаточно этих команд для работы вообще, с Paint вы можете вообще свернуть ленту и работать без нее. Вот то, что касается панели быстрого доступа. Теперь давайте перейдем непосредственно то, о чем мы говорили, лента. Вот первый блок, можно сказать, это лента. Вы видите, это под панелью быстрого доступа. Такая темно-синяя кнопочка со стрелочкой вниз. И подсказка. Вот подведете курсор от мышки, даже если не знаете, что это такое, тут же появляется подсказка. Обратите внимание. Написано, щелкните здесь, чтобы открыть. Сохранить, напечатать изображение или выполнить любые другие доступные действия с ним. То есть не обязательно туда входить, вы уже знаете, чему посвящена эта кнопка. Тем не менее, мы на нее нажмем, и откроется достаточно большой список различных команд, которые мы можем осуществить из этого пункта, фактически меню, на котором представлен в виде пиктограммы. Здесь вот как раз и создать, и открыть новый файл, который мы не стали помещать в панель быстрого доступа. Сохранить у нас там есть. Сохранить как. Сохранить как, это уже более такая интересная команда. Не просто сохранить, а сохранить как. Давайте посмотрим. Вот мы вышли на сохранить как. И нажали кнопку, левую кнопку мышки на сохранить как, тут же открывается целый набор. Опять же, пиктограмм с подсказкой. То есть, не надо вам помнить, либо иметь под рукой некий юзер-менуал, то есть, подсказка для пользователя, книга пользователя, где расписывается, а что это за команда. Тут идет одновременно и текстовая информация, и графическая. Значит, первое. Как вы можете сохранить как. В различных форматах вы можете сохранить как. Во-первых, вы можете сохранить изображение в формате PNG. Высокое качество. Мы знаем, что высокое качество, и мы знаем, что у нас, в принципе, наш редактор-то у нас не векторный, а растровый. Хорошее качество, большой объем надодискового пространства для хранения такой информации. Но, тем не менее, качество действительно будет хорошее. И тут же идет подсказка под изображение в формате PNG, что скрывается за этим форматом. То есть тут же можете прочитать и понять, стоит ли вам именно идти по этому пути, сохранять именно в таком формате. Дальше идет JPEG-формат. Здесь уже хорошее качество. Там, значит, высокое качество, здесь хорошее качество. Вполне приемлемое качество для работы, если вы не работаете с полиграфией. Работаете в интернете, создаете документы, даже работаете, в общем-то, с фотографиями обычными, обрабатываете фотоизображения с фотоаппаратом. Не говорю, что вы там занимаетесь художественной съемкой. JPEG вполне хорошее качество будет изображение. BMP обеспечивает высокое, конечно, качество. Но это вы будете его использовать BMP, не использовать ее для передачи через интернет, используете на собственном компьютере, работаете с этим форматом. Обеспечивает высокое качество. Высокое качество, опять же, понятно, что будет достаточно объемная информация. Почему я не говорю в интернете, используя не пересылайте в таком формате по электронной почте. Уйдите, что большой файл будет передаваться, достаточно много времени это займет. В это время могут набежать ошибки. При передаче информации просто сеанс связи прервется из-за обилия ошибок в компьютерной сети, в той же самой сети интернет. Поэтому здесь надо так варьировать. Если мы занимаемся высококачественной фотографией, допустим, и выбираем самые лучшие форматы, то, конечно, на своем компьютере. Либо у вас, допустим, утоволоконная выделенная есть связь. Это другой разговор. А если у вас телефонная связь, и вы не уверены в хорошем качестве соединения через ту же самую телефонную станцию, то лучше использовать, если так условно говорить, более легкие форматы, которые предназначены для работы в интернете. Здесь, кстати, будет у вас подсказка, какой формат лучше использовать для пересылки в виде электронной почты, допустим. Дальше. Значит, у нас еще есть GIF. Формат, кстати, уже GIF, в принципе, можно работать с ним в интернете. Ну, и другие форматы, если поддерживают ваш компьютер, и непосредственно вы подгрузили соответствующие программы, которые могут работать с другими форматами, пожалуйста, выходите на позицию «Другие форматы» и работайте с ними. Идем дальше по пунктам меню. Печать. Мы ее не стали подгружать тоже в меню быстрого доступа. Печать. Подходите к печати, еще даже не нажали, тут же подсказка выходит. Печать текущего изображения. Либо нажимаете на соответствующую пиктограмму, либо Ctrl плюс P. При этом открывается у вас, видите, какой опять перечень. Просто печать. Значит, выбор принтера, числа копий и другие параметры перед печатью. С этим мы уже знакомились в том же самом WordPad. Какие бывают форматы, как размещать лист, вертикально книжная, либо горизонтально альбомная печать, параметры страницы и предварительный просмотр. Об этом мы тоже сегодня говорили, что предварительный просмотр желательно, чтобы посмотреть, как изображение ложится на конкретный лист, на конкретный формат. Теперь следующее. Вот идем. Создать фоном рабочего стола. Действительно, ту картинку, которую вы обрабатывали, либо ту фотографию вы хотите поместить там. Любимое ваше животное, любимый пейзаж. Хотите, чтобы постоянно присутствовало на экране монитора в виде рабочего стола. Пожалуйста, фон рабочего стола. Тоже вам предлагают создать фоном рабочего стола, но как? Значит, растянуть. Растянуть имеется в виду по всей площади рабочего, по площади экрана, фактически, компьютера. Есть понятие замостить. Действительно, как брусчатка получается из отдельных маленьких таких картинок. Либо точно по центру вам даже показывается, что по краям будет свободное пространство. То есть вы выбираете, опять же, как разместить, в принципе, так же, как и при настройке монитора. Когда вы загружаете ту же самую Windows 7 и входите в персонализацию, и там выбираете различные варианты оформления рабочего стола. Теперь дальше идем. Вот мы посмотрели первый только пункт данного меню. Теперь выходим, собственно, на основную часть этой ленты. Так называемая закладка «Главная». Вы видите, как много здесь различных пиктограмм, как много возможностей предоставляется вам работать с рисунком, с фотографией. Давайте более подробно посмотрим теперь, какие блоки здесь есть. А каждый из этих блоков здесь поименован. И сразу понятно, к чему он относится. Итак, первый блок. Отвечается буфер обмена. И здесь есть несколько позиций. Значит, вставить, вырезать, копировать. Все относится к закладке «Главная». Видите, она здесь на белом фоне написана «Главная». Значит, если мы выбираем пиктограмму «Вставить», значит, есть «Вставить» из этого буфера. То есть мы уже скопировали что-то в буфер обмена при помощи, допустим, пиктограммы «Вырезать». Либо при помощи «Копировать», то есть определили какую-то область, либо целиком весь рисунок. А, возможно, мы взяли рисунок, который уже находился у нас, допустим, в WordPad. Мы хотим его отредактировать, нам не понравилось что-то, может быть, часть отрезать. Мы там его скопировали и забираем сюда. «Пожалуйста, вставить», «Вставить из». «Вставить», когда у нас подготовлено в буфер обмена, а «Вставить из», мы ничего не подготовили, но у нас есть графический файл, откуда мы можем забрать эту картинку. «Пожалуйста, выбираем», «Вставить из». Дальше, следующее, это изображение. Ну, там было всё понятно, ножницы и копирование, это всё и так понятно. А вот «Выделить», кстати, относится и к «Вырезать», и к «Копировать», то есть при помощи «Выделить». Мы уже говорили, что «Выделить» можно, там у нас по-разному это идёт, «Выделение». Всё это, кстати, относится к разделу «Изображение», то есть выделить можно и прямоугольную область, выделить можно и достаточно сложный контур, это всё вот относится к выделению. Также здесь есть и «Изменить размер выделенного», и «Отрезать часть», и «Повернуть», что тоже очень важно бывает, когда мы начинаем вращать ту или иную картинку. Вот если мы изменяем размер, вот одна из этих пиктограмм, мы выбрали «Изменить размер», значит, что мы здесь можем изменять в размере? Мы можем изменять по горизонтали и по вертикали картинку. Значит, что здесь будет? Либо в процентах, либо в конкретных пикселях. Ну, проценты приблизительно, а уже когда в пикселе, это очень точно изменять. Размер картинки как по горизонтали, так и по вертикали. Можно сохранить пропорции, можно не сохранять. То есть отработали и восстанавливается первоначальный. Наклон градуса тоже бывает необходимо немножко повернуть, наклонить нашу картинку. То же самое по горизонтали и по вертикали. Можете указывать конкретные значения, насколько, можете поэкспериментировать, посмотреть, как эта картинка будет наклоняться влево-вправо, по горизонтали, по вертикали. Либо окей, либо отмена. Не понравилось? Зашли, посмотрели? Нет, не подходит. Нажимаем «Отмена». Теперь повернуть то, что я вот и говорил. Обратите внимание, значит, есть стандартные несколько вариантов. Значит, повернуть на 90 градусов вправо, на 90 градусов влево, повернуть на 180 градусов, развернуть. Либо отразить по вертикали, по горизонтали. Если у вас есть только часть картинки, вы не хотите ее полностью прорисовывать, начали создавать какую-то картинку, она симметричная. Зачем вам рисовать полностью ее? Вы рисуете только одну часть, а потом начинаете вращать. Либо отражать по вертикали, горизонтали, либо поворачивать на определенное число градусов. И все получается замечательно. Вам достаточно, допустим, всего четверть отрисовать картинки, а остальное при помощи этих команд вы создадите. Делаете, естественно, копию, вставляете копию, и пока она активна, поворачиваете ее. То есть контур, когда у нее активно, поворачиваете, допустим, на 90 градусов, либо отражаете. Очень удобно и очень быстро создавать такие симметричные картинки. Дальше. Инструменты. Следующий раздел. Значит, какие инструменты нам здесь предлагаются? Ну, во-первых, вот первый инструмент, он сейчас на желтом фоне как бы активный. То есть мы подвели туда курсор от мыши, еще пока не нажали, только подвели курсор от мыши, тут же появляется подсказка, если непонятно, что здесь такое. Хотя, в принципе, очень все ясно. Карандаш и с ластиком сверху. Значит, рисование линий произвольной формы с выбранной толщиной. Ну, это действительно карандаш, как будто мы его держим в руке, только в данном случае у вас будет мышь, вместо карандаша А за курсором мышки будет тянуться линия. Дальше идет у нас ведро с краской, это заливка какой-то области. Буковка А, это текстовая область, если нам надо ввести текст. Ведь не обязательно только картинка, возможно, нужно нам наложить на эту картинку какую-то информацию. Ластик, стереть что-либо, какую область. Дальше очень интересно, ну, вроде пипетки такой. Как бы сделать забор краски? Допустим, у нас очень насыщенная картинка, мы снимали фотоаппаратом, что-то там закат. Попробуйте сразу оценить в той или иной области вашей фотографии, что это за цвет. Соотношение красок вот именно в этой области. Очень просто. Подводите эту пипетку прямо к этой области, мышковый курсор на этой области, левую кнопку нажали, машина тут же вам выдает соотношение всех цветов, в смеси которых и получается вот этот насыщенный цвет заката. Не надо фантазировать, сразу понятно, что это. Дальше вы можете растиражировать, можете этот цвет прикрепить к конкретному инструменту. Выбрали цвет, он зафиксировался в памяти программы. Выбираем, допустим, заливку и часть области заливаем именно этим цветом, если это надо. То есть, это только первый самый минимальный набор инструментов, хотя инструменты могут быть, и мы сегодня увидим, и еще другие инструменты. Пожалуйста, то, о чем я и говорил. Вот еще дополнительные инструменты кисти, причем разные кисти. Вот сейчас, обратите внимание, желтая окантовка идет. Она идет в нижнем экранчике, такой маленький экран с кистью. Внизу пиктограммка кисти. Окантовка идет в желтом. То есть, подсказка идет именно для этой кисти. Кисть для акварели. Понятно, что есть, вы можете рисовать при помощи кисти для акварели, для масляной краски. Есть перо, причем разные толщины и разного качества. Будет есть специальный разбрызгиватель краски. Это верхний ряд справа. Под ним очень тонкий карандаш, хорошо заточенный. Дальше идет маркер и так далее. Здесь вот несколько кистей, несколько маркеров. То есть, достаточно большой набор инструментов, который вначале присутствовал только в таких пакетах, скажем, уже профессиональных, как Photoshop. А в Paint вначале, в общем-то, такого набора и не было. Сейчас это все насыщается новыми инструментами, расширяет ваши возможности. Причем уже сразу, с установки Windows 7, без покупки дополнительных пакетов. Потому что, допустим, тот же самый Photoshop, это не дешевое удовольствие, даже если это не в полном объеме, не в профессиональном. Дальше. Да, мы говорили, рисуем карандашом, рисуем кистью. Ну, а попробуйте вот так от руки, просто на столе мышкой, нарисовать звездочку. Или розу ветров, или стрелочку. Не все так просто. Но Paint предлагает нам специальные фигуры, уже готовые, которые часто употребляются. Допустим, когда мы сделаем какие-то блок-схемы, просто схемы. И даже что-то рисуем, какие-то делаем подсказки, вот в виде облачка. Какая-то картинка, а сверху небольшое облачко, а в нем текст помещен. Пожалуйста, эти фигуры здесь все присутствуют. Выбирайте и используйте при своей работе с пакетом. Дальше идет контур. Вот я специально взял такую, стандартную, будем считать, для Paint-а фигуру, пятиугольник. И подумал, а как работать здесь с контуром. Пока что он всего-навсего черный, не очень красиво. Пожалуйста, контур. Можно вообще без контура сделать. Фигура будет присутствовать, но белая на белом, или прозрачная. Не белая даже на белом, она будет прозрачная, либо белая на белом. А потом что сделать? Сплошной сделать цвет. И различными, опять же, инструментами, о которых мы говорили, мы можем обрисовать этот контур. Он будет выглядеть по-разному. В зависимости от того, какой инструмент используем. Но это еще не все. Это вот только по контуру. А теперь еще и заливка есть. Ведь залить мы можем тоже по-разному. То есть мы можем просто залить при помощи маркера. Обратите внимание, есть заливка при помощи масла, акварель, карандаш. То есть различные варианты заливки этой области, которую мы сейчас построили при помощи стандартных фигур, встроенных в paint. Даже не только контур, но и заливку мы можем создавать при помощи этих инструментов. Идем дальше. Карандаш. Толщина. Обязательный атрибут. Различную толщину выбираете. То есть выбираете инструмент. Допустим, выбрали карандаш. Выбрали толщину для этого карандаша. И после этого начинаете рисовать. То же самое для кисти. Выбрали кисть. Выбрали толщину. И начинаем, допустим, закрашивать область. Либо заливка. Ну, заливка в данном случае, толщина там не важна, когда мы эту ведерко опрокидываем. Единственное замечание, что когда у нас стандартная фигурная, она, естественно, замкнута полностью. А вот когда мы сами рисуем, допустим, карандашом или еще чем-то, той же самой кисточкой. Обращайте внимание, что если вы хотите, чтобы было залито только вот эта область, которую вы очертили кистью, либо карандашом, вы должны обратить внимание, чтобы нигде не было зазоров. А то вроде так небрежно несколько сделали и полностью не замкнули эту фигуру, либо какой-то образ. А потом опрокинули туда краску из этого вот ведерка. Что получается? У вас вообще весь экран фактически заливается, кроме тех фигур, которые также имеют полностью замкнутый контур. Туда краска как бы не пролилась внутрь. Но все остальное зальется этой краской. Не бойтесь, даже если такое произошло, не пугайтесь. Помните, что у вас есть режим отмены. Тут же нажимаете на стрелочку отмены, и у вас это уберется. А вы тогда тут же укрупняете это место. Мы посмотрим сегодня, разные масштабы можно задавать. Укрупняете это место и смотрите, где же там контур не замкнут. Дорисовываете его и спокойно потом заливаете уже краской. У вас только эта область будет покрашена в данный цвет. Толщина выбирается, как вы видели на слайде, это контур плюс-плюс, либо контур плюс-минус. Это для заданного инструмента и заданной толщины. Идем дальше. Цвета. Вот как раз мы подошли. Теперь не просто там рисуем, там у нас красный цвет был, да, для контура или для заливки. А вот здесь мы выбираем цвет. И обратите внимание, мы можем выбирать цвет не только для нашего инструмента, это цвет 1. Вот цвет, основной цвет. Но вы можете выбирать и цвет 2, цвет фона. Возможно, вас не устраивает белый фон. Вы подбираете цвет и для фона, и для основного цвета, с которым работаете инструментами. Поэтому вы работать можете с двумя цветами сразу. Причем подсказка пойдет сразу. Вот выведенные эти два окошка, это было таких два действия. Сначала мышка была подведена к цвету 1, и тут же появилась подсказка, основной цвет, цвет 1. У вас будет то же самое, если вы подведете мышку. Подвели к цвету 2, появится вот второе такое окошко. Если даже что-то непонятно, подводите курсор от мыши, все сразу станет ясно. Но что нас здесь может не устраивать в этих цветах? Обратите внимание, не такой уж большой набор и довольно-таки резкие переходы по палитре этих цветов. А если надо более тонкая настройка? Обратите внимание, что справа есть пиктограмма изменения цветов. Здесь вы можете очень точно, очень четко подобрать те цвета, которые нужны вам. Это именно в пиктограмме изменения цветов. Там открывается совершенно другая палитра. Вот такая, которую вы можете сейчас видеть на экране. Обратите внимание, какие переливы по цветам. Вы можете подойти и обратите внизу, что вот на этот экранчик, где переход по цветам, там снизу, специально, чтобы не загромождать рисунок, видны три черточки почти по центру снизу. Это как раз курсор от мышки. Вот если его поднимать вверх, вы пойдете по этим цветам. Они тут же будут отражаться, будут показывать оттенки красного, зеленого, синего, яркость и контрастность. Вы все можете здесь выбирать, контролировать. И у вас появятся дополнительные цвета, которые вы можете. Вот включить раздел дополнительных цветов к основным цветам. И дальше нажать ОК или добавить в набор. Очень удобно, если вы подбираете какие-то дополнительные цвета. Вас не устраивает то, что в данный момент загружено в Paint. То есть его стандартная загрузка по палитре цветов. Следующее. То есть по главной мы вот прошли по этой длинной ленте. Но осталась еще одна закладка. Закладка вид. Что здесь? Действительно вид. Как это все будет представлено на экране монитора. Какие дополнительные инструменты, либо дополнительная какая-то информация будет выведена на экран вашего монитора. Для того, чтобы вам легче было работать с графическим изображением. И обратите внимание, когда мы вошли в этот вид, и снизу вы видите не совсем похожую картинку. Не то, что мы видели на первых картинках сегодняшнего урока. Здесь вроде рабочая область почему-то в сетка какая-то нанесена. Это сетка рабочая. Она никогда не выйдет на... То есть сеткой мы не распечатываем на принтере. Нам не нужна эта сетка на принтере. Она у нас только рабочая. Она фактически является как бы фоном для нашего рисунка. Для чего это делается? Делается, что если нам надо точно позиционировать по пространству рабочей области нашу мышь. И выбирать конкретные места, с которыми мы работаем. Не произвольно, как нам кажется. А вот конкретно, точно до миллиметров, буквально до пикселей. Тогда что мы делаем? Обратите внимание. Кроме вот увеличить, уменьшить, ну это все понятно. Если мы работаем с каким-то мелким изображением, мы увеличиваем. Доводим до масштаба, мы тоже сегодня посмотрим максимальный возможный масштаб. Смотрим, работаем с этим. Потом приводим опять к 100%. Как это сделать? Вот, пожалуйста, пиктограмма. После уменьшить 100%. Возвращаем к тому, что изначально и было при загрузке пейнта. Но обращаем внимание, что здесь что-то есть такое 0, 200, 300, 400, 500. Откуда это все взялось? По горизонтали. Обратите внимание, следующий раздел. Показать или скрыть. Здесь написано «Линейки», «Линии сетки», «Строка состояния». «Линейки» — это как раз 0, 200, 300, 400, 500. Расстояние по горизонтали, то же самое по вертикали. «Линии сетки» — вот непосредственно эта сетка, которую вы видите. То есть к чему вы будете привязываться уже точно, чтобы прорисовывать какие-то контуры, либо работать с каким-то изображением. А строка «Состояние» — это так же, как в WordPad, это строка снизу, где показывается, где располагается курсор и где вы сейчас работаете. Также во весь экран либо эскиз. Эскизы — это маленькие пиктограммки, как мы видели, когда хотели поместить, допустим, это изображение как фон рабочего стола. Там вот есть замосить отдельными этими как булыжничками. Вот фактически такие маленькие эскизы. Вот можно превратить ваш большой рисунок в такой маленький эскиз. Это как будет у нас в разделе уже как будет показываться все, показать. Теперь вот, пожалуйста, фактически линейка нашего состояния, что весь экран — это 1366 на 768 пикселей. Это справа снизу. А вот слева 41,439 пикселей — это положение нашего курсора в данный момент времени. Вот здесь он у нас находится. Это точно позиционируется. Средняя часть сейчас пока у нас только лишь стрелочки вверх и вправо, пока ничего не показывает. Что здесь? Но здесь вот обратите внимание, если мы выделяем некую область, мышкой, выделяем вот прямоугольную область, тут же будет нам показано, где у нас находится начальная точка. 91 на 160 пикселей. 91 на 160 пикселей. Горизонтальная, вертикальная — это размер этого нашего прямоугольника. То есть по горизонтали и по вертикали. 91 на 160, правда, пропадет. В данный момент, когда мы выделили, видите, здесь нет положения нашего курсора, но у нас и нет, потому что выделена целая область. А вот масштаб. Пожалуйста, от 12,5%, это вы сжимаете картинку, вот до 12%, от 100%. Максимально ползуночек есть, вы видите, его можно перемещать, а максимально это до 800%. То есть в 8 раз вы можете увеличить, более детально уже проработать, буквально чуть ли не каждый пиксель, подобрать к этому пикселю цвет. Допустим, было потери, когда сканировали еще что-то, потери качества было картинки. Пожалуйста, выводите вот на масштаб 800% и буквально работаете, ретушируете отдельные пиксели. И снова получается хорошая картинка. Даже если нет у вас такого уж большого мастерства, вы еще не так много работали с графикой, тем не менее, когда 800% вернете снова к 100%, даже если какие-то небольшие огрехи у вас есть в ретуши, это уже не будет так заметно, а может, не будет заметно и вообще. Вот основные инструменты, основные возможности, которые представляет нам стандартная программа Paint, растровый редактор, уже сразу, как мы только, приобретаем ту же самую Windows 7, и там есть эта встроенная стандартная программа. Ну и завершая разговор о стандартных программах, надо ответить, что достаточно большой набор этих программ. Мы с вами смотрели, что это не только текстовый редактор, текстовый процессор и вот этот растровый графический редактор. Там включены и дополнительные пункты меню, которые мы с вами смотрели, проходили только другим путем, через персонализацию, либо через настройки рабочего стола. Это еще один путь, еще раз повторяю, что каждый выбирает для себя именно удобный для него путь подхода к той или иной команде, к той или иной пиктограмме. Не надо заучивать какой-то неудобный для себя путь, ищите удобный для вас. Это сэкономит время, вам легче будет работать, у вас будет меньше ошибок. И на первых порах, что называется, как только получили вы свою операционную систему Windows 7, или она была предустановлена непосредственно в магазине, где вы покупали компьютер, знайте, что уже с первых минут вы можете приступать к работе как с текстом, так и с графикой, пускай в каком-то, может быть, неполном объеме, не так как в профессиональных графических пакетах, либо текстовых редакторах, либо издательских системах, тем не менее, возможности эти уже у вас есть. На этом наш урок завершен. Я благодарю вас за внимание. До свидания.